Саламу алейкум, Тумсо. Если усы сбрить, чуть-чуть было бы шикарно. Алейкум ассалам. Ни в коем случае нельзя сбривать усы. Тумсо, саламу алейкум, были ли у тебя проблемы с бородой или внешним видом до того поворотного момента? Если да, можешь рассказать, как, где, как заканчивалось всё? Тумсо, тебе не стыдно про осетин так хорошо говорить? Они убивали твоих братьев ингушей. И за это ведь не несет ответственность индивидуально каждый осетин. Те, которые были задействованы в убийстве, об этих людях хорошо никто не говорит. Они являются преступниками. Но среди осетин, как я сказал, есть очень хорошие и достойные наши братья. Именно наши братья мусульмане. Поэтому давайте свои националистические предубеждения бросим в сторону. От них воняет сильно. Будем иметь политические претензии. Это одно дело. Какие-то там иные, территориальные и другие тоже можем рассмотреть. Но националистические их даже рассматривать не будем. Просто фу. Тумсо, вопрос армии очень актуален сегодня. Из числа Кавказа в нем немало тех, кто относится с презрением к России и ее армии и так далее. Но что делать нам, если призыв обязателен и забирают насильно? А что ты сделаешь? Ничего. Ты вынужден там служить, если тебя насильно забрали. Но если у тебя есть возможность туда не пойти, то ты не должен идти в армию. Любая возможность, которая имеется, откосить от нее, воспользуйся и не идти туда. Черкес. Бро, если бы Кадырич попал на фронт в 1941 году, интересно, смог бы он крикнуть немецким солдатам, «Э, вы быстро собрались и уехали в течение часа, иначе я вас Дон уничтожу». Немцы испугались бы его или... Ну, конечно, все так и было бы. Он бы поправил свою мину, завязанную у него на поясе. Она у него всегда привязанная. Он ее носил, никогда не снимал. Ее просто нужно было себе так подправить. Потом он взял бы с собой нескольких своих товарищей, сел бы в машину, поехал бы прям в стан немецких войск нацистских. И там было бы такое место, такое удобное для того, чтобы взять позицию. И он бы выскочил из машины, занял бы позицию и сказал бы, «Эй, где там этот Борман Геббельс?» И назвал бы еще там фамилии рандомно. «А ну-ка, позови их сюда!» Вот тех бы привели, он сказал бы, «Я даю вам ровно час времени, вы должны убраться с территории Советского Союза, иначе я вас всех уничтожу». Кто знает, может быть, именно так и была выиграна война в 45-м. Мы просто об этом не знаем. «Смотришь злого грузина». Он сказал, что ты якобы говорил, что Грузия всегда была форпостом России, что можешь сказать по этому поводу. Не всегда была, а во время Кавказских войн была. Это да, это я сказал, но это исторический факт. Тумсо, ас-салам алейкум. Говоря о грузинах, почему ты не говоришь про братскую поддержку азербайджанцев? Ведь мы поддерживали своих братьев, но к чему время войны, и у нас до сих пор живет много чеченцев. Алейкум ас-салам. Когда я говорю про грузинов, я не должен говорить про азербайджанцев, потому что я говорю про грузинов. Когда я говорю про азербайджанцев, я говорю про азербайджанцев. Те наши братья в Азербайджане, которые поддерживали и продолжают поддерживать нас, им огромный респект и наша любовь. Томсо обидел грузинов, но я конкретно задаю вопросы. А чем я обидел грузинов, Давид? Наверное, про Фортпост, брат, там грузин раскачивает эту тему. А что там раскачивать? Ну, это же правда. Грузия на момент Кавказской войны была в составе Российской империи. Грузинские князья воевали в рядах Российской армии. И даже по одной из версий Багратион, князь Багратион, был пленен имамом шейха Мансуром, затем был обратно отдан с Российской стороне за проявленное им мужество. Это известные моменты, что здесь, что тут эту тему раскачивать. Что было, то было. Это ведь не сегодня мы об этом говорим не как какой-то упрек, как претензии. Просто это исторический факт. Такие моменты имели место быть. Мы должны ценить то, что мы, несмотря на какие-то исторические, не совсем простые моменты, мы, тем не менее, умудрились сохранить очень такие добрососедские отношения грузины и чеченцы. И нам надо этим дорожить. Вместо того, чтобы сегодня раскачивать эти темы, пытаться там сейчас апеллировать с нашей стороны тем, что, мол, вот вы во время Кавказской войны против нас воевали, вот, мол, Сталин, Берия, Гвошиане, они были грузинами, а грузины в ответ, вот, мол, были события в Абхазии, в Южной Осетии и так далее. Вместо этого надо, наоборот, вспоминать, что мы сохранили очень хорошие добрососедские отношения и пытаться это не упустить, не стать друг другу врагами. Нам это ни к чему, в этом нет никакой пользы. Саламу алейкум, Тумсо, если усы сбрить, чуть-чуть было бы шикарно. Алейкум асалам, ни в коем случае нельзя сбривать усы. Кадыров же говорил, что усы это ваджеб, поэтому надо носить. Усы наше все. Тумсо, не трогай усы, это красивый стиль. Я и не собираюсь, я наоборот их еще отращу. Будут мощные усы. Это тоже была шутка для тех, кто в танке. Я не собираюсь отращивать усы. Шучу. Но сбривать тоже не собираюсь. Кто-то меня бомбит в Телеграм. Почему бы вам не устоить эфир с иллюзионистом? А почему бы нам не сбрить усы? Или наоборот, не отрастить их? Тамсо, как ты думаешь, Рамзан Кадыров все-таки дурак или тупой? И в чем разница? Не, Рамзан Кадыров далеко не дурак. Далеко не дурак. Тупой, да. Тупой, но не дурак. Тумсо, недавно смотрел про то, как ты пересекал границу с Азербайджаном, смеялся, несмотря на твое недоумение. Ну, это вообще трэш. Граница азербайджанская это просто, это нечто. На этой границе ты должен платить за воздух. Что ты дышишь там азербайджанским воздухом. Ну, они считают, что он азербайджанский. Обычно, конечно, воздух. Но там надо за это платить. Я был вообще тогда очень сильно возмущен и просто ошарашен тем беспределом, который происходит на этой границе. Надеюсь, мы когда-нибудь придем к тому, что мы это все исправим и будем жить на нашей земле в нормальных условиях. Я даже помню, как азербайджанский пограничник задал мне вопрос, ты ваххабист, говорит. Он меня смотрит, у меня на паспорте была фотография без бороды, а я уже тогда с бородой. Он мне говорит, ты ваххабист, говорит. Я говорю, чего? Ваххаб? Он говорит, ваххаб. Я говорю, а что это значит? Кто это такой? Он такой раз что-то задумался, как бы мне это объяснить. Потом такой раз посмотрел на фотографию, говорит, вот здесь-то красивый, а так, говорит, некрасивый. И отдал мне паспорт. И открыл этот шлагбаум, и я уехал. Тумсу, ассаламу алейкум 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 были ли у тебя проблемы с бородой или внешним видом до того поворотного момента? Если да, можешь рассказать, как, где, как заканчивалось все? Алейкум ассалам, конечно, были очень, много было таких случаев, когда меня останавливали и говорили о том, что доставят в РОВД, но всегда получалось как-то выйти, в общем, из этой сложной ситуации. Вот, когда нарвался на Ислама Кадырова, здесь не получилось, к сожалению. Был момент, когда там ночью как-то меня, я, кстати, рассказывал даже в эфире как-то об этом случае, ночью меня остановили на выезде из Грозного в Заводском районе на кругу, и уже все, меня забирали, сказали, что поедем, едем, типа, в РОВД. Ну, я, когда со мной были, была женщина из автомойки, которую я, она помыла мою машину, я вез ее домой, и когда я ему сказал этому сотруднику ОМОНа, я говорю со мной, женщина, которую я должен отвезти домой, я ее отвезу и вернусь обратно, я даю слово. Я не знаю, эти мои слова как-то его тронули, Аллах изменил его решение, положение его сердца, и он мне просто отдал документы и сказал, езжай, возвращаться не нужно. были такие моменты, и немало. Тумсо, конфликт с Исламом Кадыровым у тебя произошел из-за твоей бороды, но после твоего уезда почти вся Чечня стала носить бороды. С чем это связано? Раньше они по бороде вычисляли шайтанов, а сейчас ну, тоже в какой-то момент у них изменилось сознание, видимо, и они решили, что теперь мы будем носить бороды. Вообще, в целом, положение ребят, которые носят бороды, конечно, облегчилось в республике, и я этому очень рад. Когда я жил, когда я находился в Чечне, это была очень сложная тема. Мы там друг друга по лицам чуть ли там знали, все, кто носил бороды в республике, нас было очень мало, и это была очень серьезная проблема. на нас устраивали там целые мероприятия охоты. Томсо, тебе иногда не кажется, что то, что случилось с тобой, оно и к лучшему произошло. Конечно, жить на родине лучше, но чем терпеть беспредел кафыровцев лучше в Европе тихо и спокойно. Ты знаешь, это вообще у меня такой жизненный принцип, что бы со мной ни случалось, это все к лучшему. Иншалла. Поэтому не сожалею ни о чем, кроме каких-то своих грехов. а те испытания, которые меня постигают, постигали, хвала Аллаху. Все к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok